Приветищи! Я тут, короче, решил в Хогвартс поступить на пятом-то курсе, я уже пятый курс Хогвартса, и мне вот письмо пришло, я как бы учился на дому до этого онлайн, а теперь мне говорят, в школу поступай, и вот письмо пришло. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартса в качестве студента пятого курса. Семестр начинается первого сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир. В честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Ну, наконец-то, наконец-то эта игра вышла. Я так и ждал. Я каждый Новый год смотрел Гарри Поттера. И теперь я окунусь в этот сказочный мир волшебства. Значит, нам нужно создать чувака. Мудрить не буду. Я сейчас посмотрю уже по имеющимся наброскам и выберу вот этот чувак. Мне нравится. Я сейчас немножечко кто-то подретуширую, конечно. Погде, а я еще хочу вот стрижку можно, да? Я бы стрижку тоже поменял, раз такая песня пошла. Лысовато немножечко. Старческо. Хотя, тут школьники как бы. Лысый. Лысый. Пойдет. Буду лысым, значит. Шрамы, по всей видимости. Ух ты. Ух ты, нифига себе. Давай я буду вот бандитом таким со шрамами. Роскошно. Я все-таки учился онлайн, поэтому у меня есть шрамы. Брови такие нужны, прям нахмуренные, как монобровь. Вот. Что-то злое получается. Да. Главное не попасть в Пуффиндуй. Какой-нибудь Слизерин будет нормально. Выберите сложность. Нормально, конечно же. Начать путешествие. Погнали. А, имя нужно выбрать. Имя вашего персонажа. Так. Антонио. А фамилия какая будет у нас? Антонио. Фаер. Как бол пишется по-английски. А просто Антонио Фаер будет у меня. Все. Погнали. Огненный Антонио, е-мое. Антошка, огонь. А, похоже, мы уже готовы отправиться. Жаль, конечно, что у нас с вами было так мало времени на практику. Надеюсь, вы учили то, что я вам показывал. Да, профессор. Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то настолько быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что вы будете способны, получив свою. Спасибо, профессор Фик. В том числе и за то, что согласились... О-о-о-о! Элизар! Джордж, рад, что ты сумел нас отыскать, хотя и я описал тебе это место туманно. Мне не впервые трансгрессировать непонятно куда. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла не очень. Небольшая промашка. Я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энд. Давненько же мы не виделись. Честно сказать, твоя сова... Элизар, может, лучше не здесь, а... Да, разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир в честь начала учебного года и церемония распределения. Отличная идея. Если только твой протаже не против, что я поеду с вами. Ничуть, сэр. В карету, господа. Давненько я не бывал в замке, и приятно будет вновь посетить родные развалины. Невидимые лошадки уносят меня к облакам, и я лечу в Хогвартс, магию изучать. И кто-то следит за нами между... О, трансгрессировал сейчас. Это значит, великий волшебник. Только Дамблдор может трансгрессировать в школе. Я рад, что застал тебя на отбытие в Шотландию. Ты едва успел. И кто же твой спутник, расскажешь мне? Новое поколение. Новое? Да, сэр. Меня зачитали на пятый курс. Как необычно. И я о том же. Никто из преподавателей не помнит такого прецедента. Обычно в Хогвартс поступают как раньше. Мне тоже это в новинку. Ну и поскольку у других пяти курсников была фора в целых четыре года, директор попросил меня до начала занятий немного позаниматься с новичком. Что ж, о лучшем наставнике мечтать трудно. Профессор Фик не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый, одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к Лести. Возможно, это одна из причин, по которой он занял столь высокий пост в министерстве. Ты это видел? Газетная статья о Ронроке и восстании гоблинов. Да, никто не знает, насколько Ронрок опасен на самом деле. Моё мнение разделяет далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьёзная угроза. И именно твоя супруга, Элизар, ещё несколько месяцев назад поведала мне о нём. Мириум? Как так? Она написала мне Ронроке незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я успел ей ответить, она прислала мне вот это. И это был последним, что я от неё получил. Это принесла её сова. Но ни записки, ни письма не было. Ей нужно было что-то поскорее тебе отправить. Видимо, чтобы это не попало Ронроку. Я не могу её открыть. Футляр запечатан очень сильным заклинанием. Похоже на гоблинский металл. Это символ. А что это за свечение? Я ничего такого не вижу. Да, я тоже. Мерлинова борода. Как вы это? Стойте. Мы не знаем, что... Ох, ёлки. Ох, ёлки. Держись. Нихрена себе, он сажал того чувака, по-моему. Ага, вот и кони появились. Они появляются тогда, когда... Кого-то убивают. Или кто-то умирает на твоих глазах. Прыгайте. Ключ. Дайте руку. Акцию. Блин, дедуль-то хороший волшебник. И акцию использовал, ещё и трансгрессировать успел. Вы в порядке? Вы пострадали? Самая малость. Держи. Это рябиновый отвар. Вмиг поставить тебя на ноги. Исцелиться. Ну, пей уже. Выглядит, конечно, как яд, но вроде ничего. Что произошло? Бедный Джордж. В голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь? Нападать на летящую карету? Ни один дракон не стал бы. Сэр, а где мы? Не знаю. Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого, кто до него дотронится. Ой, это как с кубком. Сэр, мне уже лучше. Если хотите осмотреться, я с вами. Да, пожалуй. Но держись рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал и для чего. Ну, хорошо. Пойдемте по чуть-чуть. А еще из темной пещеры выходишь из-за свет солнечный. Глаза лепят капец. О, красота. Как далеко забросил нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла на скарету? Мы сейчас где-то в северной Шотландии. Сэр, вон те руины. Может быть... Портал должен был привезти нас туда. Полагаешь, туда. Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мирим явно послал этот портал Джорджу не просто так. И я уверен, что она, а теперь еще и Джорджу, погибли в поисках того, к чему он должен был привезти. Если вы точно в порядке и не против немного мне помочь, я хотел бы осмотреть местность. Конечно, сэр. Отлично. Попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Подтяпали. Путь в Хогвартс. Смотри под ноги, молодежь. Как вы думаете, откуда у вашей супруги вообще этот портал? Хороший вопрос. Мирим много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Древней магии? Да, могущественной магии, которая была доступна лишь немногим. Но, суть по всему, ее секреты уже утрачены. Блин, тяжеловато. Смотреть на виды и читать. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мирим раздобыла этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поисков. А, там внизу есть тропа. Давай сюда. Ну да, тропу-то я вижу. Трофессор, профессор, подожди. Подождите чуть-чуть. Дайте мне осмотреться. А то вы заболтали меня совсем. Блин, красиво, красиво. Графика, графика опупительная просто. Мне нравится. Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? Мирим хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обучить во благо. Но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ей владеет. Короче, если добряш владеет, значит будет добро. Если злодей, то будет хаос. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. Ладненько, попробуем. Нажми R1, точнее R2, чтобы использовать основное заклинание. Подождите минуточку. Я вроде... А, вон как делать надо. Надо быстро нажимать. А я просто палку поднимаю, смотри. Ладно. Ух ты, круто как. Офигенно. Превосходно. Помчались, дедуля. Таких сюрпризов я не ожидал. Погоди, я могу этот разбить? Прикольно. Здорово. Все бьется, физика на месте. Однако, ваш навык владения палочкой растет. Спасибо, сэр. Вы же сами говорили, что я типа гений местный. Меня же сразу на пятый курс зачисляют. Чайки, а ну сдриснили. Ага. А, теперь наверх. Дедуля-то такой ловкий. Он еще и молодняку даст фору. Мы уже близко. Осталось совсем немного. И ветер поднялся какой-то дичайший. Сейчас что-то должно произойти. Невидимая стенка или еще что-то. Волшебное. Ух ты. Классно. Всегда хотел восстанавливать старые вещи. Особенно при помощи магии. Это так залипательно. Чайки, как вас не сдувает вообще? Парят такие. Мы почти пришли. Мы пришли. Но я тут ничего не вижу пока. Кроме настенных рисунков каких-то. Можно я стрельну? Зачем кому-то было строить дом здесь? Полагаю, это кто-то любил уединение. Портал привел нас сюда. Не просто так. Давай смотримся. Ищите все, что может показаться необычным. Ладно. Я просто все буду расстреливать. Своей палочкой. На мини-карте показаны вы. Это ваша текущая цель. Нажмите удерживать, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Цель задания покажите мне. А, надо удерживать. Путь в Фогварт с помощью портала профессора. Понятно. Короче, нам, значит, нужно. Нам нужно как-то пройти дальше. Найти дверь. Хорошо. Можно убрать задачу? Вот она скрылась. Давай подойдем поближе вот сюда. исследовать. Профессор, здесь что-то вроде Бар-Эльвефа. Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. У меня тут есть какой-нибудь вид? Ух ты. Ух ты. А, это включилось автонаведнение. Поскольку я играю с геймпада. Еще давай посмотрим что-то здесь. Есть скрытые тайные. Проходик, может, какой-то. О, подожди. Вот. Профессор, это статуя? Возможно, это был его дом. Возможно. Прыгать умея? Давай попробуем выскочить за окно. Вот сюда вот так вот. А, подожди. Вот тут проход есть. Проход есть. Здесь показалось, что на стене что-то тоже есть. Типа переключателя какого-то. Но нет. Опять этот зачарованный прозрачный камень. Но что он с собой заслоняет? Так давай разобьем, да и все. А, нет, не разобьешь. А это что? Профессор Фиг! Зеркало. Профессор Фиг бежит, нет? Он мчится. Это Хогвартс же вроде. А, нет, это не Хогвартс. Странно. Для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре с порталом. Доктор, как ты ничего не видишь? Во имя Мерлина! Годриковое сердце! Где мы? В голове не укладывается. Мы переместились. Погоди, это банк что ли? Гоблинский банк? Нет? Очень похоже на него. Точно, а вон гоблин сидит. Здравствуйте. Разбудили бедолагу. Не может быть. Минуточку. Что-то там, причесаться пошел, что ли? Добро пожаловать в банк, Гринготс. Вам нужен сейф номер 12? Именно. Ваш ключ. Ммм. Портал вашей жены. Ах, да-да-да, разумеется. Прошу за мной. Держитесь рядом. После вас. Не высовывайте руки и закрой тележки, если не хотите их лишиться. Хе-хе-хе-хе. Поехали уже. Че, сейчас болтовня опять будет, наверное. А сколько всего сейфов в Гринготсе? Сотни. Да вы и сами в этом убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы прямо под главным залом. Здесь расположены самые новые сейфы. А много ли в Гринготсе частных входов? Крайне мало. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные, или, я бы даже сказал, влиятельные. Советую задержать дыхание. Шо-что? Этот водопад смывает любые чары. Дополнительная мера охраны? Похоже, вы уже сталкивались с гибелью воров раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейфы нижних уровней. А далеко нам еще? Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринготса, более 400 лет назад. Он находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее, путь пристает неблизкий. Гоблин-полицай. Номер сейфа. Волт 12. Исторический день. Хе-хе-хе. Проезжайте. Ну, гонка, гонка, гонка. Или какая-то западня. Профессор, повязка на руке этого охранника светилась. Так же, как фокляр с порталом? Нет, темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Вот мы и на месте. Пойдем. У меня персонаж как копанный стал. Когда этот сейф открывали в последний раз? Дежурный гоблин и приставленный к этому сейфу сменяет друг друга уже сотни лет. Сейчас это я. За это время сейф номер 12 не открывали ни разу. До сегодняшнего дня. Ого. Получается, что эта банковская ячейка номер 12 очень хорошо защищена магией. А двери-то какие шикарные. Сейф номер 12. Благодарю вас. Сейчас он как нас закроет в этом сейфе. А ты с нами идешь, гоблин? Как думаете, что именно нам нужно здесь найти? Сам не знаю. Сэр, вы не могли бы... Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владельца ключа. После чего закрыть дверь. До свидос. Постой. Я как знал. Я как знал, что так будет. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дайте подумать. Здесь наверняка что-то... Пожалуй... Ревеллио, может быть. Ревеллио? Да. Именно. Проявляющие чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас скрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Ну, я думаю, что для меня это легкотня. А можно как-то ускорить? А, нифига себе. Погоди. Зафиксируйте свою палочку с помощью L. И направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинать. Ясно? Давай 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3. Оп. Выучил. Теперь я могу использовать эту магию. Вон там. Там что-то есть. Подойдите ближе и попробуйте повторить чары. Ну, хорошо. Ух ты. Какая-то дверь. Ну, уже что-то. Здесь снова тот символ. Вы часом не знаете, как ее... Зная, профессор, этот символ светится так же, как футляр с порталом. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Введите. Это непростой сейф. Подозреваю, что выбраться отсюда будет достаточно трудно. В каком смысле трудно? Думаете, это какое-то испытание? Да. Но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгирюсировать отсюда не получится. Это как-никак Грингеттс. Ну ладно, хоть магию можем использовать. По крайней мере, люмус на палочке профессора горит. А у меня еще такое предчувствие, что мы все глубже и глубже в какую-то задницу заходим. Единственное, что у меня остается, это просто следовать за палочкой профессора. Впереди что-то есть. Что там? Снова это свечение. Оно теперь на полу. Ну, давай следовать этому свечению. Встанем прямо в него. Ох ты ж. Исследуем. Что произошло? Стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно заклубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр. В полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Статуя? Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Прикольно. Погоди, это не... Эм... Эм... Шахматные эти... Фигуры. Очень похоже на шахматную фигуру. Но это отражение там явно для чего-то предназначено. Эм... Что мне нужно сделать? Россия... Давай расс... О! Полагаю, ее тоже отражение вы и видели. Да, и оно по-прежнему на месте. Вот только смотрят они в разные стороны. Погодите. Когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Ммм... Может быть, вам применить люмус? А я, типа, и самую простецкую магию не знаю, да? Будем учиться. Есть. Изучили. Мне вот интересно, а чему у нас профессор учил до отъезда? Мы еще когда у кареты стояли, в самом начале он меня спрашивал, а ты практиковал магию, которую я тебе показывал? Удерживайте R2 и нажмите, чтобы использовать или отключить люмус. Отлично. Теперь отражение повернулось ко мне. Он и в самом деле реагирует на свет. Так. Мне, значит, его нужно развернуть. Может быть, так же, как и сверху поставить. Опа. Он встает. И сейчас пробьет брешь, скорее всего. Монет. Ооо, это солдаты, как на хогортском проходе. На главном хогортском проходе. Берегись. Ничего себе он их разматывает. Слушай. Отразите атаки при помощи протего. Хорошо, я буду отражать. На меня кто-нибудь нападет? Вот, отразил. Отлично. Он там конфрингу использует. Левитейчон и какие-то еще другие заклинания. Протега тоже юзает. Левисио. Вот, вот это вот. Остолбенение использует. Мне надо еще что-нибудь заюзать. Я хочу больше магии. Ай-ай-ай, я не успел. Так. Давай, отдай меня. Готово. Нажмите R2, чтобы уничтожить статуи. Погнали. Дедуля, что-то свет зажег. Хотя тут вроде светло. Не отходите. Ладно, я сейчас подойду поближе. Знаешь, это мне напоминает, когда Гарри Поттер с Дамблдором в какую-то фигню впутывается, и Дамблдор его пытался защитить. Вот та же самая ситуация. Найдите профессора. Профессор Фиг. Профессор, где ты? Плохо дело. Куда мне идти? Так вот, может, по вот этим вот сверчкам? Что происходит? Похоже, эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. А может, мне тут все обшарить, и тут какие-нибудь тайники найдутся? Хотя... Тут так темно. Снова это свечение. Так вот, куда они меня вели. Ой, здесь уже две статуи, слушай. Так, надо это все... Ревеллио сделать. Кажется, придется обходиться своими силами. А, так все, я их двух рассекретил. Теперь нужно люмус и развернуть все это дело. Вот. А куда идут ниточки? Туда, в ту сторону какую-то, да? Ага. Мне нужно просто их совместить. То есть... Вот! Вот, что нужно было сделать. Похоже, выбора нет. Придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Ну, так сразимся же. Ух ты ж... Какой ты шустрый. Протейта! Протейта! Отлично. Класс. Я сам всех размотал. Удерживайте треугольник во время применения протейта, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. А, я... Понятно. А я говорил, когда же я уже остолбенеть смогу использовать? Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Ясно. Но мне, в принципе, и вот это заклинание тоже нравится. Эх, вот бы у меня своя палочка была. Что-то у меня... Ой, сзади на меня напали. Как-то это нехорошо. С тыла-то нападать. Ударит меня кто? Нет. Я протейта хочу заюзать. Слушай, они что-то не очень-то хотят драться со мной, а не так. Есть. Еще парочку осталось. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, кто-нибудь ударит меня, нет? Давай. Блин, прикинь, у меня протейта закончилась, когда он меня ударил. Да что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой, надо вылечиться. Выпейсь кляночку. Вот. Все, сейчас я их разнесу. Нужно было троих. А я уже четверых запротейтил. И пятого тоже. Отлично. Откуда ты вылез? Чертяка. С крыши спрыгнул. Готов? Где же этот профессор фиг? А, погоди. Я думаю, загрузка игры идет, а тут просто свету рубили. Значит, снова идем на свечение. А может не надо мне идти на свечение? Все повторяется. В этот раз немножечко... Ух ты, нифига себе. Что-то огромное. Знаешь, что я еще хотел? А, ну ревеллю, ладно. Короче, то, что я хотел, использую потом. Другой раз попробую. Еще портал. И пока не понимаю, куда он ведет. Наверное, надо пойти. Но профессора фига мы так и не нашли. Но, может, он дальше нас будет ждать. Чаша. Чаша воспоминаний, что ли? Точно. Я сейчас какие-то воспоминания буду смотреть. О, профессор фиг. Вот ты где. Как... как вам... Что это за место? Я не знаю. Но вот это висело в воздухе над той чашей. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Интересно. А чьи это воспоминания? Делайте, как я. Всегда поражало, как в омуте памяти никто не задыхается от нехватки кислорода. Но это же магия. С другой стороны. Все готово. Портал хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти? Невозможно это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, Персильваль. Мы веряем тому, кто ступит на этот путь, могущественные тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз. Если мы правы, ведьмы или волшебник, которые пройдут эти испытания, тем самым докажут, что достойны этого знания и ответственности, которую оно возлагает. Мы сделали все, что могли. Так вот, что вы видите. Свечение, как вокруг них. Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Если точнее, следы древней магии. Магии. Существование которой, Мириам, была так уверена, но... не сумела. Мириам, возможно и Джордж, погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшимися тайной. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Странно, только что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю, но, сэр, вам сюда нельзя. О, я был прав. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уж начал думать, что никто никогда не посетит хранилище Орех Хема. А что ты забыл здесь? Спокойнее. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и забудем былое. Сэр, у них был ключ от сейфа. Подумай хорошенько. Что именно ты сейчас скажешь? Я лишь хотел сказать, что порядок допуска к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я в праве допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ. А у вас его... Терпять не могу предателей. Так о чем мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Быть может, твой юный спутник окажется позговорчивее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страж этого места вылазит. Там портал был, надо убежать. Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор! Вы в порядке? Да, сэр. Впервые сталкиваюсь с настолько могущественным гоблином. Моя магия на него даже не действовала. А где мы? Не может быть. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, создал этот медальон и такой хитрый способ до них добраться. Хотели, чтобы кто-то с вашими способностями оказался в этом месте. Идемте. Нас еще ждет вообще-то церемония распределения. Ох, елки, я совсем про нее вообще забыл. С этими битвами, с этими гоблинами и древней магией. Ох, елки, Хогвартс. Наследие. Ну, вступление, конечно, бомбическое. О, славно. Церемонию распределения мы еще не пропустили. Не то, чтобы я много в этом понимал, но, кажется, так будет уместнее. А теперь нужно как можно скорее заняться этим медальоном. Но сперва известите министерство. Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем. А пока прошу вас никому не рассказывать о том, что мы с вами вместе сегодня пережили. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения? Это что за Тони Старк там стоит такой с бородкой? Пошел на разборочки. Кажется, они знакомы. Финиас Найджелс Блэк Мужайтесь. Вам предстоит знакомство с директором. Ого, это директор? Фиг! Все-таки снизошли, да? Церемония отбора уже завершилась. У нас возникли затруднения. Затруднения? Похоже, что ситуация с гоблинами довольно. Гоблины, слухи меня не интересуют, Фиг. не испытывайте остатки моего терпения. У вас есть еще некоторые шансы пройти распределение. Поговорим в другой раз. Как мне нравился этот зал летающей свечи. Особенно, когда тут фейерверки бывали. О! Типок в очках на Гарри Поттера похож, да? Профессор Уизли! Профессор Уизли! Оказывается, мы распределили не всех. Добро пожаловать! Вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Уизли... Уизли не похожа на Уизли. Она тут помоложе совсем. Ну, как бы... Ладно, игра это отдельно, фильм отдельно. Шапка распределяет меня. На какой факультет сейчас узнаем. О, надо же! Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубреждения? Некоторые ожидания? Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Я хочу исследовать замок. Мне очень хочется поскорее изучить Хогвартс и окружающие его земли. Дух приключений их прям способствует открытиям. Но не забывай, что преподаватели могут очень многому научить тебя. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Некую черту характера. Какую же? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Наверное, отвага. Тяга к приключениям. Хотелось бы верить, что я ничего не боюсь. У тебя храброе сердце, не боящийся неизвестности. И еще я вижу готовность всегда идти вперед. Даже в одиночку, если придется. возможно твое место в Гриффиндоре. Да е-мое, я хотел в Пуффиндуй. Церемония распределения. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Мой на данный момент Гриффиндор, потому что шляпа сказал мне дуй туда. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Подтвердить выборный факультет? Не, я хочу выбрать другой факультет. Пуффиндуй. Когтевран. Блин, я хочу, знаешь, наверное, за Пуффиндуй. Студенты Пуффиндуй известны своим терпением, преданностью и трудолюбим. А, твое сердце знает, что такое верность друзьям. Ведь именно поэтому тебе не удалось сюда прибыть вовремя. Получено достижение, у каждого свой путь. Пусть будет Пуффиндуй. Я рад. Че нам повторять судьбу Гарри Поттера, правильно? У нас своя судьба в Пуффиндуй. Какие там вкусняшечки у вас на столе. А че у меня фпс проседает, я не понял. Ай-яй-яй, оптимизация плохая. Ох да, еще кое-что. Поскольку прошлой весной во время финального матча по Квидичу произошел несчастный случай, в этом году все соревнования отменяются. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще, хотя еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. я сказал, перед завтрашними занятиями у вас у всех наверняка еще масса дел. И все такие, ну вот. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я профессор Уизли. Будьте любезны, сопроводите наше неожиданное пополнение. Конечно, сэр. Так вот, как я собиралась сказать, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя почетная обязанность как заместителя директора проводить вас в вашу гостиную. Нам сюда. Начинать обучение сразу с пятого курса крайне необычно. Вам предстоит изрядно потрудиться. Впрочем, уверена, вас это не пугает. Вы правы, профессор. Итак, вот и вход в гостиную Пуффендуя. Это вход? Он самый. Я объясню, что нужно делать. Но сама показывать все-таки не стану. Одна ошибка и меня болит уксусом, а это крайне неприятно. Нужно постучать по второй бочке снизу в середине второго ряда и сделать это в ритме Пенелопа Пуффендуй. Ну, давай попробуем. Сработало? Прекрасно. А теперь советую вам как следует выспаться. Завтра у вас очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизби. Не за что. Надеюсь, ваша первая ночь в Огварсе пройдет спокойно. Приятных снов. Блин, но местность, конечно, красиво обалденная просто. Вот и я. Вот я и выспался. Мой первый учебный день. Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Добро пожаловать в Хогвартс. Ну что ж, на сегодня это все. Мы добрались до Хогвартса, нас приняли в Пуффиндуи и в следующий раз мы пойдем на первые наши уроки. И это будет наверняка круто. Поэтому, если ты хочешь увидеть продолжение от меня, ставь лайк, подписывайся и скоро с тобой увидимся на Хогвартских магических уроках. Так что до встречи.